всем привет с вами лудли мур добро пожаловать на рубрику и интересные проекты space engineers сегодня у нас особый выпуск а потому что мы будем рассматривать корабль который был в сериале точнее он так трагично погиб и был из кромсон на кусочки и к огромному сожалению я хотел это видео еще выпустить вчера но так как мой не серьезный провайдер отключил мне интернет и у меня не было возможности грубо говоря даже снять это видео потому что мне не было не было недоступна точнее мастерская steam но сегодня все хорошо сегодня все замечательно и так встречаете такой вот хороший интересный крейсер под названием zero heavy крейсер хотя он далеко не тяжелый крейсер как его название вот есть стать точнее как это так как он называется он не тяжелый крейсер вы сами это можете понять на нем стоят лазерные пушечки но больше всего по какой причине я его решил взять сериал потому что он по форме ребята фигура и форма именно идеально я считаю что тот кто его делал очень серьезно об этом задумался заморочился и его построил hawk raven большое спасибо тебе hawk raven это не очень известный инженер но большой большой лайкос ему за то что он сделал вот такой вот корабль и обратите внимание на его форму необычная форма с использованием модовских трастеров дает прям вот инопланетность данному кораблю более чем но конечно мастерской вы скажете что можно найти другие корабли которые по инопланетности более инопланетные чем этот конечно всегда есть что-то более на более более лучше чем то что ты находишь но есть еще такое понятие как время и когда времени у тебя не так много ты берешь то что тебе нравится вот такие вот дела то есть такой вот интересный у нас крейсер хотелось бы еще сказать что что в нем еще такого особенного давайте пройдемся по модам и моды у нас модов у нас на самом деле где-то штук 10 максимум а это не так много не так мало сейчас посмотрим все давайте так личные инструменты поставить сюда чтобы посмотреть армор трестера трестерс значит думаю некоторые из вас догадались что это за это разноцветные multicolor трестерс то есть по моему если не ошибаюсь этот мод называется дальше у нас здесь стоят пушки лазерное вооружение то есть это small лазер трестерс интересные такие интересное вооружение действия которых вы могли видеть они на самом деле не сильные пушки не бьют не особо сильно но куда бедно досносит если если их оставить надолго то они щиты выведут из строя то есть конкретно просто время съемок у нас было не такое долго и по этой самой причине это было все так хотелось бы сказать что данный чертеж к сожалению не содержит не содержал себе все блоки то есть я поставил все моды из которых строился этот корабль но к сожалению они все блоки сюда видимо перенеслись по какой-то странной причине вот здесь у нас такая пустота видимо здесь должна была стоять какая-то пушка она и в ссылке брошу вам мир с этим самым кораблем а то есть есть мир у меня почему-то не загрузился есть просто чертеж а есть мир так что вы можете загрузить и посмотреть что же там все таки должна находиться в носу но а мы тем временем осмотрели его экстерьер и давайте перейдем к внутренней части корабля внутри нас ожидает и сказать бы что фанфара но тем не менее что-то интересное ожидает дверца из мода из мода про airlock то есть шлюз и у нас тут стоит такая такой вот стенд зачем нужен этот стенд ну во-первых для красоты и во вторых для того чтобы менять наш скин менять скин тут можно и очень даже неплохой вариант так у нас тут у нас тут с вентиляцией и сразу дверку вниз прикольно сделано мне нравится дальше на что тут мы идем идем у нас интерьерные эти блоки и по какой-то странной причине мне иногда проседает фпс дорогие друзья я не знаю вроде бы в этом корабле нету такого такого уж обилия прям каких-то сверх сложных теней и света потому что с тенями и светами меня вечно просадки жуткие так здесь у нас находится медпункт такой вот может быть здесь еще что-то находилось но силу того что возможно все блоки прогрузились блин прошу прощения сейчас я уберу звуковое помещение я не могу выключать абсолютно все звуки потому что я должен знать по работе что и кто мне когда напишет притом это очень важная вещь невозможно от всего отказаться итак идемте дальше это был у нас лимит пункт такой был дальше у нас идет прошу прощения лесенка вниз и тут у нас снова идет первый точнее вот это уже конкретно первый этаж нижний сколько всего вмещено в этот корабль казалось бы снаружи корабль не такой большой а внутри он как будто бы огромный просто реально идешь идешь по коридорам пространство такие интересные мягкие вот у нас здесь находится кокпит через который можно управлять кораблем данным и здесь вот у нас все показатели правда они какие-то тускленькие и какой-то проход сюда то есть здесь есть вентиляция наверное куда чтобы здесь не торчало откуда-то вот эти вентиляционные блоки наверное решили сделать так чтобы было красиво красиво и везде торчат маленькие вентиляционные такие блоки кстати мне они очень нравятся возможно я буду применять рано или поздно кстати наверное не декорируемый пак но мне почему-то эти стены напоминают белые мягкие стены вы сами знаете откуда какой-нибудь печальнице дальше у нас хвостовая часть корабля хвостовой части корабля у нас о о да находится вот этот гипердвижок гипердрайв мне он не нравится ребята мне он реально не нравится что происходит почему у меня не отображается сварщик да сварщика в руках чё-то нет о извиняюсь у меня почему-то слетел скин и теперь я вот он отображается но теперь я в облике лати с бэрингом я не знаю что творится с этим миром но иногда у меня слетает скин даже если то есть это не не онлайн да игра все равно оффлайновая но почему-то у меня слетает скин и значит вот такой вот гипердрайв у нас из мода мне на самом деле не очень нравится данный гипердрайв в некоторых случаях ваш мир может вылетать и не загружаться поэтому не ставьте этот мод и не советую ставить возникает проблем и дальше у нас два таких реактора мощных в реактор так и называется в реактор они ленируют достаточно много энергии весь на весь корабль хватит и принципе хватит на щиты хватит на долгую атаку здесь у нас есть лесенка вниз сюда спускаться вверх подниматься короче для всяких целей у нас здесь есть переход ну сам гипердрайв просто огроменную на вентиляции подобное дальше у нас здесь идет компьютерный зал так вот аккуратненько сюда все вынесено все здесь управляется скриптов на корабле не так много всего лишь несколько скорее информационные и возможно стоят скрипты на какие-то пушки но в большинстве своем понимаю я бы даже сказал что блин у меня к сожалению в этом мире в мире отключены скрипты надо бы включить каким образом они выключаются я не знаю как бы их не выключал в общем бета бета печали одна странности много то одно не получается то другое ладно это же баганеры и моя память моя ужасная память пусть баганеры получается это еще не все мы не все еще посмотрели здесь еще есть выход носовой части корабля окажемся там носовая часть корабля здесь ребят ничего особенного здесь у нас стоят в основном технические помещения чердачные как бы мансард на чердачные места и этой части корабля находится 4 как вы видите с быстро с этими флаг с койлом и чтоб быстро загружаться стоит таймер непонятно для чего стоит вот большой большой этот контейнер грузовой зачем его в нос запихнули я не знаю чтоб поскорее его выбили наверное поэтому дальше что у нас тут дальше 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 у нас тут трастеры конечно же ну и генераторы кислорода и водорода я уже начал забывать вот такие вот дела в принципе у нас тут все все что все о чем можно было бы рассказать а да и конечно же супер гироскопы вы же любите супер гироскоп ставить которые увеличивают boost quad booster то есть они прям чтобы но это правильно чтобы нет не тыкать везде огромное количество гироскопов хотя с другой стороны вы только посмотрите сколько здесь пустого пространства чем же можно заполнить эти пустые пространства кроме как не гироскопами но не знаю автор решил сократить все уменьшить я своих кораблях буду стараться пользоваться можно больше ванильными блоками пускай будут десятки тысяч так далее там подобное ну пускай но зато пустых мест не будет а отсутствие пустых мест это очень даже хорошая хороший знак хороший знак качества так что такие вот дела а теперь я с вашего разрешения выкарабкаюсь из этого корабля и мы подытожим все кстати краш теста не будет потому что мы уже от краш тестили данный корабль сериале так что такие дела и нюансы да где у нас тут стоял стенд мы поменяем наш платье с бэрингем на нормальный а скин так вот собственно говоря в своем скине вышли на поверхность и такие вот у нас дела такие вот у нас пироги интересно и хотелось бы сегодня рассказать то есть подытожить сегодняшний выпуск тем что данный корабль мне очень понравился он сыграл свою ключевую можно сказать роль может еще и сыграет кто знает кто знает может еще сыграет если вы хотите обзор на другие корабли сериала ставьте тот же самый ваш любимый хэштег скажем обзоры на корабли сериала точнее хэштег корабли сериал вот данный хэштег ставьте и я прошу вас прощения также за несколько ошибок которых я допустил в прошлом сериале точнее в прошлой серии ошибок было достаточно много касаемо диалогов касаемо нескольких непонятностей один из подписчиков написал мне большой большой комментарий о том что ничего не понятно если вы тоже так считаете то напишите пожалуйста в комментариях потому что обратная связь нужна и об этом мы поговорим поподробнее когда я буду делать фильм о сериале я надеюсь что на следующей неделе я сделаю данный выпуск он будет короткий но он будет рассказывать о том как я делаю сериал и возможно я вам покажу как это все происходит какие процессы и конечно же заранее напишу текст поэтому все будет нормально все будет вот так вот да хотя это не совсем та эмоция которая хотел показать болит да что же с вами такое так тоже поменял местами все ладно вот все будет вот так вот да и и я вам покажу все элементы монтаж озвучку как это все происходит надеюсь вам это будет интересно ну и поработаю над ошибками сериала и на этот раз я прислушаюсь ко всем вашим словам и сделаю сериал максимально максимально хорошим поэтому с вами на этой хорошей хорошей ноте давайте попрощаемся с вами был лот лимор подписывайтесь ставьте лайки и до скорых встреч дорогие друзья всем пока пока